Добрый вечер! В эфире новости ТВК в студии Полина Михальчук и прямо сейчас расскажем о главных событиях этого дня. В центре мира красноярцы могут больше не собраться. Проект предложили перенести на Левобережную набережную. С чем это связано, подробности в начале выпуска. Мало кто из красноярцев может помянуть этот вытрезвитель добрым словом. Постоянно на него жаловались, говорили, что милиционеры здесь отбирают деньги у своих клиентов, содержат в нечеловеческих условиях, но говорят сейчас современных вытрезвителей. Такого точно не будет. В Красноярск возвращаются вытрезвители. Подробнее об условиях содержания в спецучреждениях в репортаже Виталия Полякова. Многие прилетают в Москву на несколько дней, проводят там, а улетят дальше. Соответственно, такое комбо путешествие на праздники – это тоже один из вариантов. Туроператоры фиксируют высокий спрос на отдых за границей в новогодние каникулы. Топ направлений на праздники через 5 минут. Сегодня разыграем новогодние игрушки, шампанское и поющего Деда Мороза. На ТВК продолжается проект «Новогодняя корзина». Сегодня поющий приз для зрителей ищите на левом берегу Красноярска. 57-летний мужчина провалился под лед на Красноярском водохранилище. Причиной этому послужило аномальное потепление, из-за чего лед на водоеме стал менее прочным. Мужчина решил пешком пересечь залив Шумиха. На место оперативно выехали спасатели на Хивусе. Пострадавшего спасли, ему оказали первую помощь. Еще один случай произошел в Балахтинском районе. Супружеская пара решила пересечь залив Усть-Погромный на автомобиле. В какой-то момент авто попало в полыню и стало уходить под воду. 38-летний мужчина смог выбраться на лед, а женщина осталась в автомобиле. Как рассказали в Следственном комитете, выживший мужчина добежал до ближайшей базы спасателей и рассказал о случившемся. Следователи проводят проверку, тело женщины ищут спасателей. А красноярцев предупреждают, что передвигаться по льду в неположенных местах запрещено. Пользоваться можно только официально открытыми переправами. В центре мира сменят локацию. Пешеходный проект могут перенести в другое место. Об этом заявил мэр Красноярска Владислав Логинов. По его словам, сейчас администрация раздумывает о переносе проекта с проспекта Мира на левобережную набережную. Одна из причин – строительство метро. Ранее в мэрии рассказывали, что весь транспорт с улицы Карла Маркса, которую планируют перекрыть для работ, пойдет по проспекту Мира. Кроме того, мэр посчитал, что набережная – более комфортное место для проведения проекта, так как громкая музыка и гости не будут мешать жителям домов. Глава города отметил, что идея переноси в центре мира пока что находится на стадии обсуждения. Окончательное решение по этому поводу примут позже. Напомню, что делать главную центральную улицу пешеходной предложил прошлый мэр города Сергей Еремин. Проект в центре мира прошел в Красноярске в этом году и в 2021. По данным мэрии, в жаркие дни проспект Мира каждый день посещали в среднем от 10 до 20 тысяч человек. Около 80% россиян будут встречать Новый год дома. Таковы результаты опросов ЦИОМ. В гости в новогоднюю ночь планируют пойти 6% респондентов. Еще 3% опрошенных собираются отметить Новый год на даче. Как говорят аналитики, традиция празднования дома остается неизменной на протяжении всего периода измерений с 2003 года. В новогодние каникулы большинство опрошенных, это 69%, также не планируют никуда уезжать. Около 26% респондентов собираются посетить на новогодних праздниках города России. Основными направлениями называют Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край. Планируют выехать за пределы своего населенного пункта в предстоящие праздники в основном молодежь от 18 до 24 лет и россияне в возрасте от 35 до 44 лет. Также о своем намерении выехать из своего города заявили граждане с высшим образованием, характеризующие материальное положение как хорошее и проживающие в Центральном федеральном округе. Проводить долгие выходные дома намерены в основном россияне старшего возраста, характеризующие свои доходы как плохие, жители сел и жители Дальневосточного округа. А некоторые россияне решили праздновать Новый год на курортах. Тур-операторы фиксируют высокий спрос на отдых за границей в новогодние каникулы. Первый в топе направлений традиционно Таиланд. Однако среди популярных городов, куда красноярцы летят в праздники, неожиданно оказались Ташкент, Астана, Ереван и Баку. Почему так вышло и сколько в среднем стоит новогодний отдых у моря, в этой теме сегодня разбиралась моя коллега Алена Кузнецова. Она сейчас в студии. Алена, есть ли объяснение, почему в праздники красноярцы летят не на курорты, а в страны СНГ? Полина, да, объяснение есть, но давай обо всем по порядку. Действительно, как говорят турагенты, сейчас 90% красноярских туристов выбирают Юго-Восточную Азию. Это Таиланд и Шри-Ланка. Турция, Египет, Арабские Эмираты сейчас не очень популярны у красноярцев направления, несмотря на то, что цены там гораздо ниже. Но оно и понятно, сейчас в этих странах низкий сезон и погода может быть не совсем подходящая для отдыха у моря. Кроме того, как говорят красноярские турагенты, наш турист соскучился по Таиланду, потому что эту страну для вылетов из России открыли совсем недавно. В этом году, я бы сказала, спрос гораздо больше, потому что именно открылся Таиланд. Все его ждали, все соскучились. И все, так скажем, это опять же отложенный спрос, кто не полетел в прошлом году, кто ждал, что Азия откроется, и мы полетим именно в Азию. И сейчас как раз-таки прибавилось туристов, которые были в ожидании, и сейчас им прямо идеально подходит неполетное. Они уже готовы заплатить гораздо больше, чем по соотношению с 2020 или с 2019 годом, то есть до пандемии. К слову о ценах, отдых в том же Таиланде, если позаботиться о путевке заранее, с вылетом в самые горячие даты, это 29, 30 и 31 декабря, обойдется в 70 тысяч рублей на человека за 8-10 дней. А вот если лететь турист решил пораньше, например, 26 декабря, и все равно встретить Новый год у моря, ему это обойдется почти в два раза дешевле, где-то 45 тысяч рублей. Отмечу на днях, сервис Яндекс.Путешествия составил топ зарубежных направлений у жителей Красноярска, и там появились неожиданные пункты. Так в рейтинг попали Ташкент, Алматы, Астана, Ереван, Бишкек и Баку. Туроператоры объясняют такой спрос просто. Таиланд из России открылся поздно, в конце октября-начале ноября, и те, кто планировал отдых сильно заранее, выбрали страны СНГ в качестве перевалочного пункта. Полеты в Юго-Восточную Азию из Казахстана и Узбекистана открыты с лета. Также из того же Казахстана, например, можно улететь не только в Таиланд, но и во Вьетнам. Для России пока эта страна закрыта. Ну и о путешествиях внутри самой России надо сказать, ведь по данным сервисов путешествий в новогодние каникулы на внутренние направления приходится 88% перелетов. Но здесь топ городов не меняется. Первые три строчки традиционно занимают Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также красноярцы летят в Минеральные воды, Калининград и Казань. На самом деле топ популярных направлений из года в год практически не меняется. Первая строчка рейтингов всегда у Москвы. Очень многие летят в столицу на праздники из регионов. И в этом году доля пассажиров из регионов Москвы практически 20% потокшего числа. Но это развлекательный туризм. Понятно, что самые большие гуляния, самые большие елки, все-таки они все равно в столицах, поэтому люди едут туда посмотреть на это. Плюс для многих, может быть, мы это, к сожалению, не видим в аналитике, но по личному опыту, по опыту моих друзей, многие прилетают в Москву на несколько дней, проводят там, потом летят дальше. Соответственно, такое комбо путешествия на праздники – это тоже один из вариантов. Популярность поездок внутри России объясняют более низкой ценой и тем, что заграничные поездки все еще не пришли в норму после пандемии и других потрясений. Тем не менее, на море хочется многим, и здесь выиграли те, кто позаботился о путевке заранее. Еще в начале декабря можно было выбрать отель получше, сейчас места в хороших уже раскуплены. Но в целом, как говорят урагенты, приобрести путевку на Новый год или новогодние каникулы все еще можно. Правда, стоить это будет как минимум на 30 тысяч рублей дороже. На этом у меня все. Полина. Алена, спасибо. Я напомню, это была моя коллега Алена Кузнецова. И говорили о том, куда летят красноярцы на Новый год и праздники. Если вы хотите обсудить этот материал или поделиться им в социальных сетях, то заходите к нам в Телеграм или в нашу группу во Вконтакте, подписывайтесь и следите за нашими новостями, ведь ТВК – это не только ТВ. А где вы собираетесь отметить Новый год? Сегодня мы проводим голосование на эту тему. Если вы планируете отмечать праздник дома, то звоните по номеру 8 800 350 57 82. Если вы пойдете в гости или на новогоднюю елку, то номер для вас 8 800 350 57 83. А если вы едете на Новый год в теплые страны или другие города, то звоните по номеру 8 800 350 57 84. Оставить свой голос и комментарий можно также в нашей группе во Вконтакте. Сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране. Переходите по ссылке, голосуйте. Итоги подведем в конце выпуска. Продолжение следует. Привет, Полина. Нахожусь я в Советском районе. За моей спиной красивая новогодняя елка, которая открылась официально буквально несколько часов назад. Погода на улице отличная. Как раз сама тут для того, чтобы прогуляться. Не только прогуляться, но и выиграть приз. Вот такого 30-сантиметрового Деда Мороза, который к тому же еще и поющий. Давайте послушаем. Замечательная мелодия. Также для красноярца, который первый к нам придет сейчас, у нас готовые елочные украшения, сладости и шампанское. В этом году радовать вас нам помогает магазин «Посуда Центр». Купить вот такого Деда Мороза или другие товары для комфорта и уюта в вашем доме можно в магазинах по адресу телевизорная 1, строение 37 или на семафорной 261 Г. Магазин «Посуда Центр» поздравляет красноярцев с наступающим Новым годом и приглашает за новогодними покупками. Сейчас там идет распродажа, скидки до 70%. Но мы ждем нашего победителя. Полина, у меня на этом пока все. Диме, спасибо. Это был мой коллега Дмитрий Шхузин. И прямо сейчас он находится рядом с елкой в Советском районе. И совсем скоро вручит новогодний подарок первому телезрителю, который доберется до съемочной группы. Скоро узнаем, кем оказался этот счастливчик. Дмитрий Шхузин. Кофр расскажет чуть подробнее. Типичная картина в красноярском вытрезвителе год 2000-й. Ночных гуляк милиция везет сюда беспрерывно. Народу особенно много после получки. В те годы с ней напряженка и после праздников. Провести здесь несколько часов под одеялом стоило 250 рублей 47 копеек. Особо выдающиеся личности за одну ночь могли попасть сюда по 2-3 раза. Пару слов скажи для пресса, это самое. Он каждый день здесь бывает, у нас отдыхает, это самое. 250 до 500 рублей буду долго. Ну, на час. Пенсию получу, отдам. Сейчас времена другие и вытрезвители воссоздают бесплатными для клиентов. Платить за таких товарищей будет бюджет. За сутки 2600 рублей на человека. Краевой парламент принял соответствующий законопроект. Больше 100 миллионов рублей выделяют на обустройство 4-х спецучреждений. Двух в Красноярске, по одному в Норильске и Ачинске. Депутаты говорят, если раньше такие казенные дома выполняли в большей степени карательную функцию, то теперь вытрезвление будет добровольным. Под холодный душ никого не погонят. Человек лежит, есть возможность принять душ, есть возможность, соответственно, пить воду, есть возможность в безопасном месте, что называется, находиться. Для того, чтобы человек и сам не совершил какое-либо правонарушение, и, соответственно, сам не стал жертвой правонарушения, и чтобы, особенно в холодное время года, он не уснул где-то на улице, не отморозил себе пальцы. У нас 21 случай только за ноябрь этого года в городе Красноярске. Забирать вытрезвители 21 века будут тех, кто утратил способность передвигаться или не ориентируется в пространстве. Главная особенность – добровольность. Против воли, если она еще сохранилась после обильных возлияний, забирать не будут. По крайней мере, так обещают. Где именно появятся вытрезвители, пока не ясно, определиться до апреля должен Краевой Минздрав. По-русски, самый известный красноярский вытрезвитель находился вот в этом здании. Раньше это было центральное РОВД, сейчас первый отдел полиции. Здесь сидят специалисты по исполнению административного законодательства. И, конечно, никакого медвитрезвителя здесь давно уже нет. Но, пожалуй, мало кто из красноярцев может помянуть этот вытрезвитель добрым словом. Постоянно на него жаловались, говорили, что милиционеры здесь отбирают деньги у своих клиентов, содержат в нечеловеческих условиях. Но, говорят сейчас, современных вытрезвителей такого точно не будет. Впрочем, милиция тогда от злоупотребления открещивалась. Говорили, что пьяный про содержание своего кошелька может помнить. Многие клиенты ведь регулярно короновали себя дядями мэра Пимашкова, племянниками губернатора Леведя и начальника ГУВД Горового. А часто жалуются, что потом вы пробовали? Часто жалуются. Просто человек, который уже не контролирует себя, в бессознательном буквальном состоянии, помнит, что у него до того, как начинал пить, большая сумма была. Когда привезли, у него вот эта милость, десятка вот эта грязная, рваная нашли где-то там в сапоге. Еще одна фишка новых вытрезвителей. Туда можно будет прийти самому. Выпил и если поговорить не с кем, добро пожаловать. Там даже буфет обещают, а за дополнительную плату, может, и нальют. Но если без шуток, противники новых вытрезвителей опасаются старых злоупотреблений. К тому же во время универсиады такие спецучреждения, их создали как раз на время соревнований, спросом не пользовались. Если это в действительности будут единицы, а мы потратим колоссальные деньги на оборудование помещений, на переработку специалиста в этом направлении, но эти же средства можно было бы направить и в другое место. Допустим, повышение зарплаты тем же самым специалистам, врачам. Правда, кажется, если уж деньги выделены, то освоить их чиновникам не составит проблем. Принимать вытрезвители будут людей без документов и установления личности. А значит, лазейки списания денег через таких безымянных клиентов будут. Виталий Поляков, Анастасия Масленникова, Новости ТВК. И прямо сейчас мы возвращаемся к розыгрышу новогодней корзины. Кажется, у нас есть новый обладатель подарка от ТВК. Дима, рассказывай, кто этот счастливчик. Полина, действительно, победитель у нас есть. Он прямо сейчас находится рядом с нами. Давайте познакомимся. Как вас зовут? Григорий, для начала я вручу вам все-таки Деда Мороза. Расскажите, как вы узнали, что мы здесь? Увидели по телеэфиру, либо кто-то вам подсказал, как это произошло? Ну, смотрю телевизор каждый день, поэтому вычислил, кто и чего. Сейчас передача ведет. Полина? Полина Михальчук сейчас передача ведет. Вот, правильно, все вы угадали, действительно. Ну, хотим мы, чтобы вы поздравили красноярцев, тепло, от всей души, чего вы хотите пожелать в наступающем 2023 году. Ну, хочу поздравить всех красноярцев с наступающим Новым годом, чтобы счастье, здоровье было. Главное, здоровье. А остальное все будет. И не отбавить. Григорий, спасибо вам большое за то, что смотрите нас. Мы вручаем вам поющего Деда Мороза. Еще другие подарки у вас ждут буквально в паре метров. А я напомню телезрителям, что хоть сегодня и пятница, и мы, это не последняя наша, не последняя наша розыгрыш новогодней корзины. Начиная с понедельника, следующей недели, наши коллеги из Нового утра, около 7.30 утра, начнут также разыгрывать новогодние корзины. И мы в новостях также в 8 часов будем разыгрывать всю неделю, вплоть до 30 декабря. Поэтому смотрите эфир «Новое утро» и «Новости ТВК». Не пропустите. Полина, у меня на этом все. Дима, спасибо. Я напомню, это был мой коллега Дмитрий Ишхузин. И прямо сейчас он вручил новогоднюю корзину от ТВК. Получить ее можете и вы. Следите за нашими эфирами и участвуйте в розыгрыше на следующей неделе. И прямо сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Напомню, новости ТВК есть во всех социальных сетях. Чтобы связаться с нами, оставить комментарии или еще раз посмотреть любой сюжет выпуска, сканируйте QR-код, который вы сейчас видите на экране. Переходите по ссылке, подписывайтесь и помните, что ТВК – это не только ТВ. Я напомню, что сегодня в течение эфира мы проводим голосование, где спрашиваем у вас, а где вы будете отмечать Новый год. И вот голоса распределились следующим образом. Большинство наших телезрителей на данный момент, а именно 87%, будут отмечать Новый год дома. 9% пойдут в гости или на елку, или 4% отправятся отмечать Новый год где-то на курорт. У вас еще есть время проголосовать. Вы можете это сделать или по номерам телефонов, которые видите сейчас на экране, или в наших социальных сетях. Итоги будем подводить, как обычно, в конце выпуска. Ну и на выходных в Красноярске будет по зимнему теплом. По прогнозам синоптиков, в субботу температура воздуха днем будет держаться на отметке в минус 11 градусов, в воскресенье потеплеет до минус 9. Снега или сильного ветра при этом не обещают. В начале рабочей недели, по данным специалистов, морозов также не предвидится. В понедельник синоптики обещают минус 7, а во вторник потеплеет до минус 5. Специалисты прогнозируют небольшой снег. Однако на предновогодней неделе ожидаются затяжные магнитные бури. Самые высокие отметки возмущения на Солнце достигнут с 25 по 28 декабря. В эти дни показатель геомагнитной активности вырастет до 5 баллов. Магнитосфера стабилизируется 30 декабря. Установку стометрового флагштока для самого большого флага в России начнут в Красноярске на этих выходных. Для этого полностью перекроют проезд к Николаевской сопке по улице Биатлонная. Ограничения продлятся с 8 утра 24 декабря до 8 вечера 26 декабря, рассказали в мэрии. Напомню, установку на Николаевской сопке стометрового флагштока анонсировал во время прямого эфира Александр Ус. Это будет самый высокий флагшток в России. Саму мачту и полотнище флаги, вес которого будет превышать 80 килограммов, изготавливают в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Части доставят в Красноярск на фурах, а затем начнется сборка. Новая достопримечательность Красноярска будет подсвечена шестью светильниками и будет видна из разных точек города. Стоимость такого масштабного объекта неизвестна. Новогоднее такси появилось в Красноярске. И речь идет не об акции какой-то крупной компании. Устроить праздник пассажирам решил простой водитель Сергей Кибус. Таксист разводит людей в костюме Деда Мороза и дарит им подарки. А для создания новогоднего настроения для всех красноярцев мужчина украсил свой автомобиль. Реакция на такого водителя-волшебника у пассажиров исключительно положительная, рассказал Сергей. Сергей угощает своих пассажиров пряниками и мандаринами, включает специальный новогодний плейлист и расспрашивает об итогах года. Водитель считает, что 2022-й был сложным и потому решил поднять настроение красноярцам. Дед Мороз таксист работает в одном из популярных агрегаторов. И поймать такую праздничную машину можно в любом районе города. Огни на главной городской елке зажгут 25 декабря. Во сколько начнется церемония открытия, об этом и не только расскажем в рубрике «Новости коротко». На главной городской елке 25 декабря зажгут праздничные огни. Церемония открытия на Татышеве начнется в 19.00. Начало праздника отметит подъем на верхушке елки фигуры льва, символа Красноярска. Его установят со специальной вышки. Напомню, в этом году Красноярск отказался от масштабных гуляний в честь Нового года, но мэрия приняла решение провести праздник для детей. Прокуратура запретила компании СИСИМ добывать золото в Манском и Саянском районах. Оказалось, что деятельность предприятия была незаконной и привела к загрязнению рек Кан и Тукша. Предприятие СИСИМ сбрасывало стоки без очистки, а согласования Росрыболовства на добычу золота у компании не было. Также работники завели ручей под названием «Скоцки» на полигон для обеспечения работы промывочного прибора. Результат – частичное осушение водного объекта. Красноярский краевой суд приостановил работу СИСИМ для рассмотрения дела по существу. Сейчас оценивается ущерб, который принесла природе работа предприятия. Заработная плата выросла у 15% красноярцев в 2022 году. Такие данные предоставила служба исследований «Хэтхантер». О росте зарплат сообщили 26% представителей сферы добычи сырья, 25% специалистов по закупкам и 21% IT-специалистов. Наоборот, реже всего о повышении зарплаты говорили работники из высшего менеджмента – 7% и автобизнеса – 4%. Еще 28% опрошенных рассказали о падении доходов. На уменьшение заработной платы чаще всего сетуют в сферах автомобильный бизнес – 35%, консультирование и продажи – по 31%, туризм, гостиницы, рестораны – 30%, а также медицина, фармацевтика и маркетинг-реклама-пиар – по 29%. У 33% опрошенных заработная плата в 2022 году осталась без изменений. Напомню, что сегодня в течение эфира проводим голосование, где спрашиваем у вас, а где вы будете отмечать Новый год. И пока предварительные результаты таковы, что 87% останутся дома, 9% пойдут в гости или на елку, и 4% будут отмечать Новый год на курорте. У вас еще есть возможность проголосовать? Звоните по номерам телефонов, которые видите на экране, или голосуйте в нашей группе по ВКонтакте. Итоги будут в конце выпуска. Но пока к другим темам. Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске, отказ от фейерверков и первый в мире закон о полном запрете курения. Подробнее об этих темах поговорим прямо сейчас в новом выпуске ЭКО Новостей. Красноярские ученые изучили климат города и пришли к выводу, что за последние пять лет количество дней с безветренной погодой увеличилось. Это же, по мнению исследователей, может быть причиной неблагоприятных метеоусловий. Анализ климата проводили с 2017 по 2022 год. За это время, по словам ученых, господствующее направление ветров не изменилось. У нас по-прежнему чаще всего возникают юго-западные ветры, и наивысшие силы они обладают зимой. Тем не менее, по словам старшего научного сотрудника Института леса Ларисы Скрипальчиковой, сейчас количество дней с безветренной погодой увеличилось. И вполне возможно, что это из-за массовых застроек. В настоящее время количество штилей увеличилось примерно на 15%. Следует отметить, что именно штилевая ситуация вызывает так называемый режим НМУ. Черное небо над Красноярском. Когда полигазовые выбросы промышленности из-за того, что Красноярск расположен в котловине, не переносится на более длинные расстояния, а накапливаются в нижних слоях атмосферы. Увеличение количества штилей, возможно, объясняется как природным характером изменения климата, так, возможно, в увеличении штилевой ситуации играет роль антропогенный фактор. Нарушение продуваемости города вдоль Енисея из-за застройки вдоль реки высотных жилых микрорайонов. Экологи просят отказаться от запусков фейерверков в новогоднюю ночь. Ученые считают, что пиротехника не экологична по всем показателям. С самого начала производства и до запуска в небо. Так, поясняют специалисты, белизна у фейерверка получается из-за алюминия и магния. Красный цвет – это стронцы или карбонат лития, а желто-оранжевые вспышки – это добавление натрия. Все эти материалы попадают в воздух и загорение. И после сгорания фейерверки пускают в окружающую среду оксиды металла, фазоты, серу. Они впоследствии остаются на земле, где потом ходят животные и играют дети. Кроме того, к так называемым побочным эффектам салютов относят и то, что от залпов у животных возникает страх и паника. Многие из них теряются. К слову, от фейерверков на Новый год постепенно отказываются многие страны и города. Например, Париж, Прага, Брюссель. В этом году от салютов отказываются и в России. Так, красноярские власти уже заявили, что на Новый год не будут запускать традиционный фейерверк из-за экономии. И прямо сейчас о мировых новостях. В Новой Зеландии приняли первый в мире закон о полном запрете курения. Его суть заключается в том, что всем, кто родился после 1 января 2009 года, больше не будут продавать сигареты. Закон уже прошел окончательное чтение и вступит в силу с 2023 года. Авторы инициативы рассказали, что таким образом Новая Зеландия пытается сделать страну свободной от курения к 2025 году. Кроме того, количество торговых точек, которым по закону разрешено продавать сигареты, по планам сократится в 10 раз по сравнению с существующим уровнем. То есть с 6 тысяч до 600 по всей стране. Новый закон также поможет сократить и затраты. Помощник министра здравоохранения, автор научных исследований по туберкулезу, считает, что антитабачный закон позволит системе здравоохранения сэкономить до 5 миллиардов долларов, поскольку ей не придется лечить болезни, вызванные курением. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха, по данным общественников, за неделю. Наиболее загрязненными районами с 19 по 23 декабря оказались Железнодорожный и Кировский, а самыми чистыми стали Октябрьские и Центральные районы. В традиционной рубрике Натальи Кечиной «Кинохроники Красноярья» расскажем о том, чем жил наш край в 1983 году. О том, как велись поиски нового газоместорождения и о выпуске промышленными предприятиями товаров народного потребления. Второй красноярской десятилеткой перед нефтеразведчиками Красноярского края поставлена очень важная народнохозяйственная задача – создать новую крупную базу добычи нефти и газа в Восточной Сибири. Поисковые работы на новом месторождении. Чтобы доставить сюда оборудование, горючие геологи и авиаторы создали уникальную посадочную полосу. Только зимой принимает она самолеты. И пока Ил-76 доставлял грузы для буровых, нужно было успеть дойти до намеченной цели и начать испытания. Абсолютно суровые условия быта, но это было время романтиков профессии. Семидесятые, начало восьмидесятых уже назвали золотым веком геологии в нашем крае, да и вообще в стране. До недавнего времени обживали здешнюю тайгу лишь рыбаки и охотники. Места эти славились безлюдными просторами, да тем, что неподалеку отсюда до сих пор ищут знаменитый Тунгусский метеорит. Тогда было открыто множество новых месторождений на Севере. И, наверное, главное, благодаря открытиям и разработкам наших специалистов под руководством Василия Накарякова, Северный Норильск обеспечили нефтью и газом на сто лет вперед, за что впоследствии команда специалистов Енисея нефтегазгеологии получила государственную премию. Трудность сейчас приходится им. Сложнейшие геологические условия, не говоря уж о климате и удаленности от дорог, от дома. И все же труднее всего ждать. Ждать, когда наступит тот день, который покажет, что все старания были не напрасны. Сибирь испытывает нас пространством, непогодой, работой. Она задает человеку нелегкие вопросы, ставит сложнейшие задачи. И награждает радостью открытий и побед. 80-е – это время тотального дефицита. Многочисленные тогда красноярские предприятия тяжелой промышленности пытались переориентироваться и выпускать параллельно товары народного потребления. Правда, не всегда получалось. Или получалось, но криво. Красноярский комбайновый завод много лет славился своими стиральными машинами. Но из-за нехватки ряда материалов они были сняты с производства. Стиральные машины пришлось заменить канистрами. Это решение вызвало некоторую растерянность у домохозяек и оптимизм у автолюбителей. Один дефицит устранили, но одновременно появился другой. Чего только не выпускали на комбайновом. Кроме канистр, попробовали производить складные зонтики. Но они были такого безобразного качества и такой ужасной расцветки, что их презирали не только заправские модницы. Так и пылились годами в магазинах те зонты из-за невостребованности. Как положительный пример, авторы фильма приводят алюминиевый завод. До 80-го года на Кразе выпускали лишь лодочные винты к мотору «Вихер» и спортивные гранаты. Моторы гранату сложно назвать крайне необходимыми в хозяйстве предметами. И потому дополнительно тогда стали производить алюминиевые формы для пельменей, блинов, выпечки печеньев, грибочков и орешек. Добротные и неубиваемые ими и по сей день пользуются хозяйки во многих семьях. Это и его как можно по-деловому решить одну из важнейших задач 11-й пятилетки. Собственная инициатива и находчивость. Желание идти в ногу со временем. Вот главные критерии увеличения выпуска товаров для народа. Наталья Кичина, Новости КВК. Почему пожар чаще всего возникает на кухне и как уберечь себя во время возгорания? На эти и другие вопросы ответит исполняющая обязанности директора Центра ГОЧС Наталья Григорьева в рубрике «Гражданская оборона». Здравствуйте! В предыдущем выпуске мы рассказали о правилах пожарной безопасности в быту. И сегодня мы продолжим эту тему. Каждый четвертый пожар жилого дома начинается в кухне. Поэтому не оставляйте приготовляемую пищу на огне без присмотра. Если вы пользуетесь газовой плитой, сквозняк может погасить горелку. А это приведет к взрыву. Кроме того, некоторые сорта масла, применяемые для приготовления пищи, могут загореться. Если масло загорелось, не тушите его водой. Это вызовет большее воспламенение. Чтобы затушить горящее масло, накройте сковородку или кастрюлю крышкой или мокрой тряпкой. Не храните легко воспламеняющееся чистящее средство в кухне. Не храните дерево и уголь рядом с отопительными приборами. Не ставьте свечи или спиртовки около занавесок. Не кладите никаких вещей на радиаторы или каминные трубы. Берегите детей. Никогда не оставляйте детей одних. Не оставляйте без присмотра спички или зажигалки. Не позволяйте самостоятельно растапливать печь несовершеннолетним. Каждый шестой пожар возникает по вине курильщиков. Чтобы избежать этого, расставьте во всех комнатах пепельницы в достаточном количестве. Прежде чем вытряхнуть пепельницу в мусорное ведро, убедитесь, что в ней нет горящих окурков. Никогда не курите в постели. Если вы заметили огонь в мусорном ящике рядом с домом, то накройте загоревший ящик мешковиной и полейте его водой. Если же пожар произошел в доме, помните, что самое страшное не огонь, а дым, который слепит и душит. Нужно избегать того, чтобы он попал в легкие. А теперь затронем тему утечки газа. Это тоже причина пожаров и даже обрушений зданий. Как же предупредить утечку газа? Помните, что вы несете ответственность за исправность газового оборудования внутри квартиры. При покупке на любой газовый аппарат должна быть инструкция по его эксплуатации и сертификат. Лицо, устанавливающее аппарат, должно выдать вам документ, удостоверяющий, что работы произведены в соответствии с техническими нормами и правилами безопасности. Убедитесь, что шланги плотно надеты на кран. Максимальный срок службы гибкого шланга – 4 года. Зажимный хомут шланга должен обеспечивать полную герматизацию. Но не старайтесь зажимать его слишком сильно, так как это может привести к прорыву шланга и вызвать утечку газа. Горящий газ сжигает кислород, поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечивалась постоянная вентиляция. Учитывайте данную информацию и смотрите рублику «Гражданская оборона». Ведь если предупрежден, значит вооружен. И прямо сейчас мы готовы подвести итоги нашего голосования. Напомню, в течение всего эфира спрашивали у вас, а где вы будете отмечать Новый год. И результаты таковы 87%. Большинство наших телезрителей и подписчиков будут отмечать Новый год дома. 9% пойдут в гости или на елку. И лишь 4% отправятся на курорт, чтобы встретить 2023 год там. Ну и на сегодня это все новости. Напомню, телефон редакции 200-00-65. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин